Добрый день, друзья! Продолжаем работать с произношением слов в рамках обратной связи нашего English Cafe. И сегодня мы с вами пройдёмся по тем словам, которые нам встретились в субботу, 6 июня. Начать я хотела бы с достаточно простого слова. Это слово месяц, month. Month. Чем это слово коварно и почему я хочу на него обратить внимание? Давайте вспомним, как произносится множественное число от этого слова. Month. Обратите внимание, что между двумя согласными, межзубным F и нашим S нет гласных никаких отзвуков, звуков, призвуков, ничего. Month. Всё, что необходимо сделать, это всего лишь убрать кончик языка, который вы поставили между зубами, обратно внутрь, скажем так, да? Мы его сдвигаем, но при этом мы продолжаем выдыхать воздух. Воздушный поток вы не останавливаете. Это фактически согласный звук, такой длинный, состоящий из двух согласных звуков. Не правда ли? Fs, Fs. Ещё раз давайте его послушаем. Month. Month. Окей, продолжаем с некоторыми глаголами. И это глагол appreciate, отдавать должное. Давайте посмотрим, каким образом этот глагол объясняется нам на английском, какова его дефиниция. To recognize the good qualities of somebody or something. То есть признавать достоинства. Appreciate. Осознавать, что есть какие-то хорошие качества. Что в этом глаголе нам важно? То, что ударение падает на второй слог. Appreciate. Appreciate. И снова для вас я открою табличку времён. Verb forms. Таблицу форм, временных форм. Зачем? Потому что нам необходимо ещё раз посмотреть на этот же глагол, но уже в прошедшем времени. Appreciated. 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 Ударение не смещается. I appreciate. I appreciated. 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 И то же самое у нас с окончанием ing. Appreciating. 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 Напоминаю вам, что в американском английском t в данной ситуации будет меняться на flat t. Это такой между d и t, да, звук. Послушаем его ещё раз. Appreciating. И чистый британский вариант. Appreciating. И здесь у нас фолцейн. Окей, двигаемся дальше. Глагол meditate. Meditate. Медитировать. Обратите внимание, что ударение стоит на первом слоге. Meditate. Meditate. И то же самое во всех формах. Не меняется ударение. Meditated. Meditated. Meditating. 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 Meditates. Окей. На глагол meditate мы посмотрели. Напоминаю вам, что ударение поменяется в суффиксе, если мы превратим глагол meditate в существительная медитация. Meditation. Meditate. Meditation. Продолжаем. Ещё одно существительное тире глагол. Как вы знаете, огромное количество слов в английском языке выполняют совершенно разные функции. Они могут быть глаголами, существительными, прилагателями в зависимости от того, где, в общем-то, это слово будет стоять в предложении. В данном случае я открыла для вас гарантию как существительное. Гарантий. 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 Мы можем промотать вниз и открыть глагол гарантировать. Обратите внимание, что ударение не меняется. Всё остаётся то же самое. Глагол существительное. Гарантий. 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 Окей, вернёмся ещё на секунду в существительное, да, всё то же самое. Продолжаем. Давайте посмотрим на некоторые пары слов, которые иногда вызывают сомнение. Перед нами слово ухо. Обратите внимание на транскрипцию в американском варианте. Дело в том, что R-sound, вот этот вот звук R, в американском английском особенно это очевидно, он сам себе создаёт отзвук, если угодно. То есть шва, которая у нас находится вот в этом дифтонге, здесь эта шва планомерно переползает к нашей согласной. И никуда, конечно, ну не девается, просто вы произносите американское R, но чтобы произнести этот звук R, вы всё равно добавляете некий отзвук, он звучит как гласный, не правда ли? В этом вот разница между британским вариантом EAR и американским. Мы заканчиваем на R. Британский вариант тоже в различных своих вариациях, в различных акцентах даст нам этот отзвук R. Как вы видите, он возможен, соответственно, если хотите, вы его произносите. Итак, это ухо, EAR, а есть у нас воздух, и это EAR. Разница та же самая, у нас просто меняется дифтонг. EAR на EAR, воздушный, воздух, газ, да, у нас fresh air, свежий воздух. Окей, продолжаем с ещё одной парой, интересной и нужной, полезной парой, потому что смысл меняется до неузнаваемости. Перед вами глагол ненавидеть. Hate, hate это глагол, существительное hatred, ненависть. Можем посмотреть, что у нас есть и существительное hate, как, а вот он, вот hatred, он привычный, но в принципе есть hate как существительное. Всё равно, hate for somebody, she was full of hate. Соответственно, это ненависть, или, возвращаемся в глагол ненавидеть, hate. Я думаю, вы уже догадались, что парой к этому слову я вам открою слово height. Это высота. Итак, height используется, когда нам нужно измерить высоту какого-то объекта. Но что чаще всего мы говорим, когда обсуждаем рост человека? Нужно ли нам слово height, когда мы говорим, я был маленького роста, я был большого роста? Каким образом, какими прилагательными мы можем описать такого человека? Нам нужно прилагательное tall. Степень сравнения taller, превосходная степень tallest. Tall of a person building tree having a greater than average height. Обратите внимание, что tall описывает высоту. Greater than average. Больше, чем средняя. She is tall and thin. Она высокая и стройная. Что нам важно в слове tall? It is used to describe or ask about the height of somebody or something. How tall are you? Ты высокий, да? Насколько ты высокий? Какой твой рост? Фактически, вот этим вопросом мы спрашиваем, какой твой рост? How tall are you? He is six feet tall and weighs two hundred pounds. Он ростом шесть футов. Разница между high и tall, высокий и высокий, правда high, высокий, tall, высокий, существует. Если интересно, почитайте сами здесь или откройте словарик, а мы посмотрим только вот на это. Tall is used instead of high to talk about people. My brother is much taller than me. Он гораздо выше меня. Теперь хочу обратить ваше внимание на обратное слово, на антоним слова высокий, tall. Это слово низкий. Short. 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 Shorter. Shortest. Измерять мы можем длину, дистанцию, это понятно, но здесь есть у нас и высота. Of a person. Small in height. Да, вы можете сказать I was small in height, но это звучит как-то немножечко clumsy, не правда ли? Соответственно, he was a short, fat little man. Он был невысокого роста, полноватый, такой маленький человечек. Ну, сразу представляете себе очень яркий образ, да? Short, fat little man. Соответственно, what did he look like? Как он выглядел? What did he look like? Was he dark or fair, tall or short? Его волосы были темные, светлые, то есть он был блондин или брюнет. Нет, в данном случае наоборот, правда? Брюнет или блондин. Tall, short. Высокий или низкий. Двигаемся с вами дальше. Еще одна пара. На этот раз пара глаголов. Слово rope известно нам как веревка. Но также это слово может использоваться как глагол, когда нам нужно связать что-то или кого-то. To tie one person or thing to another with a rope. Связывать что-то с чем-то. Или просто связывать что-то. To tie something with a rope so that it is held tightly and safely. I closed and roped the trunk. Чемодан. Связал, завязал, закрыл, связал чемодан. В общем, все завязалось. Это rope. А вот оборачиваться – это wrap. Wrap. To cover something completely in paper or another material. For example, when you're giving it as a present. Wrap something up. He spent the evening wrapping up the Christmas presents. Он провел весь вечер, заворачивая, упаковывая, если угодно, новогодние подарки. Итак, разница. Rope и wrap. Продолжаем дальше с несколькими существительными. Перед вами жевательная резинка в просторечии жвачка. И здесь у нас та же самая разница. Вы ее видите. Это либо chewing gum. Либо просто gum. Chewing gum. Chewing. Chew – жевать. Chewing gum – жевательная резинка. Гам у нас… Давайте посмотрим вместе. Итак. Areas of flesh in the mouth to which the teeth are attached. Гам – это наши десна с вами во рту. Отсюда, в общем-то, chewing gum. Потому что мы жуем очень долго, там, пережевываем. Вот оно это gum. Chewing gum. Gum. Окей. Двигаемся дальше. Гений. О гениях мы тоже немножко с вами говорили. И слово гений обращаю ваше внимание на отсутствие звука у или ю или чего-нибудь еще такого. Здесь стоит только шва и ударение на первый слог. Genius. 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 Ниас, ниас, ниас. Очень коротко. И как обычно говорят, flat and pitch. То есть мы не пытаемся ударение туда принести в этот слог. Genius. 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 Двигаемся дальше с вами. Слово альбом. Альбомы с фотографиями, с марками. Вот они здесь у нас есть. Photographs, stamps, все что угодно. A photo album. Слово альбом имеет ту же ю, которая у нас отсутствует в произношении. Это только буква. В транскрипции это шва. Альбом. Альбом. Ударение на первый слог. Альбом. 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 Обратите внимание, насколько коротко это слово. Альбом. Почему оно такое короткое? Альбом. Потому что этот звук, бабочка-лягушка, как угодно его называйте, это тоже короткий звук в английском языке. На самом деле очень много вещей в английском произносятся короче, чем в русском. Поэтому зачастую нам и неудобно, потому что ритм. Необходимо поменять ритм речи. Необходимо произносить слова короче. Мы не можем их растягивать. Зачастую растягивание слова деформирует его. В данном случае это очень короткое, ёмкое слово альбом. Альбом. Двигаемся дальше. Глагол pity. Что такое pity? Да, это сожалеть. Но больше сожалеть о ком-то, о чём-то. То есть мы проявляем жалость. Мы жалеем кого-то. И это feel sorry for somebody because of their situation. Or feel pity for somebody. Вот этот вот pity относится к кому-то. I pity her having to work such long hours. Мне так жалко её. Я прям вот жалею её, бедняжечка, что ей приходится работать так много. Long hours – это когда вы работаете больше среднего в продолжительности, в дневной своей продолжительности. Long hours – то есть долго, дольше, чем обычно. So I pity her – жалеть кого-то. А как нам сказать «я не сожалею ни о чём?» Можем мы использовать глагол pity? Я сожалею, я жалею. Нет. Вот этот pity – это жалеть кого-то. Feel sorry for somebody. А когда нам нужно сказать, что я не сожалею или сожалею о чём-то сам, это глагол regret. И тут обратите внимание, то же самое feel sorry, только не о ком-то. For somebody. А about something you have done. Итак, ещё раз. Pity – это feel sorry for somebody because of their situation. У кого-то какие-то проблемы, нам их жалко. Regret. Feel sorry about something you have done or about something that you haven't been able to do. Сожалею о сделанном и о не сделанном. If you don't do it now, you'll only regret it. Если вы это сейчас не сделаете, будете только жалеть об этом потом. Продолжаем. Такое грустное и неприятное для нас слово. У всех бывают, думаю, головные боли. Время от времени. Обратите внимание, что ударение в слове «головная боль» падает на первый слог. Когда голова раскалывается, вот это как раз splitting headache. Головная боль буквально раскалывает нам голову. Забирайте себе к локации. Двигаемся дальше. Хореографический. Частенько у нас бывает, что сочетание CH в английских словах произносится как «к». Посмотрели на хореографический. Заглянем в слово «gymnastics». Гимнастика. Все, что вот здесь вы видите. Вот это все вот. Разные виды спорта. И вот, собственно, один из вариантов гимнастики. Кольца. Кольца и в английском. Wood rings, да, кольца. Gymnastics. Окей. Gymnastics. Физические упражнения. Physical exercises. С каким-то обычным оборудованием. С чем-то особенным. Special equipment. Продолжаем. И покажу вам одно из прилагательных. Это слово aggressive. Зашла у нас речь о таких шумных, шебутных студентах-школьниках. Aggressive. Это прилагательное. Aggressive. Aggressive. Существительное к этому прилагательному мы найдем здесь в конце словарной статьи. Это aggressiveness. Агрессивность. Aggressiveness. Ну, и, соответственно, у нас есть и наречие aggressively. Окей. Такое милое животное, раз о нем вспомнили, да, слово raccoon. Рaccoon. Рaccoon. Вот он, этот енотик. Это raccoon. Рaccoon. Енот. Как вы заметили, мы перемещаемся из произношения в такой небольшой обзор словарного запаса, который нам мог пригодиться с вами в субботу, в котором мы обсуждали эти слова, которые нам встретились в статьях, которыми я делилась. Итак, слово bollard. Bollard. Что такое этот bollard? Bollard. И bollard. A short, thick post that is used to stop vehicles from going onto a road or a part of a road. Понять так вот, ну, в принципе, возможно, что здесь написано. Но нам проще посмотреть. Вот они, эти столбики. Вот это вот bollards. Столбики, которые препятствуют проезду автомобиля. И этот bollard нам встретился в контексте leapfrogging, в контексте перепрыгивания, прыгать через leapfrog. 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 Leapfrog – это длинный прыжок. Frog, естественно, лягушка. Frog здесь скорее связан с тем, как перепрыгивается. А leap, потому что достаточно длинный он. Не обязательно leapfrog – это физическое перепрыгивание кого-то или чего-то. У нас также есть и еще один смысл. To get to a higher position or rank by going past somebody else or by missing out some stages. Перепрыгнуть через. The win allowed them to leapfrog three teams to gain second place. Второе место. To gain second place. И перепрыгнуть через три команды. Перескочить. Посмотрим на существительное leapfrog. Вот она, эта потрясающая картинка. Leapfrog – это детская игра. Когда мы перескакиваем, перепрыгиваем через кого-то, ну и в данном случае речь шла, конечно, о вот этих вот столбиках. То есть перепрыгиваете ли вы через них или нет. Окей. Leapfrog. Leapfrog. И вернемся к слову bollard. Bollard. Столбики. Двигаемся дальше. Зашла речь у нас о дождливой погоде и о резиновых ботинках. В американском английском они так, в общем-то, у нас и звучат rubber boots. Резиновые сапожки. Rubber boots. Ну а британцы, у них своя фирма, свой бренд. Wellington boots. Wellington. Чаще всего их называют просто wellies. Что здесь интересно? У нас здесь огромное количество различной обуви. Оксфордский словарь нам предоставляет возможность полюбопытствовать, посмотреть, как, что называется. Вот они, эти wellington boots. Или wellingtons, множественное число. Или rubber boots в американском английском. Ну и здесь можно найти чего-нибудь еще интересного. Например, у нас популярно слово лодочки. И чаще всего их относят именно вот к американскому слову pumps. Обратите внимание, что британцы предлагают другой вариант, court shoes. Ну и, соответственно, мы можем все это посмотреть в том же самом оксфордском словаре. Вот, например, pumps. A woman's formal shoe that is plain and doesn't cover the top part or the foot. То есть без всяких украшений, без ничего. Такая простая, достаточно формальная, официальная обувка, которая не закрывает верхнюю часть ноги. Вот здесь вот, да, имеется в виду, что все здесь вот открыто. Сложно мне определиться сейчас с названием. Если знаете, подскажите. Потом обсудим, как эта часть ноги называется, которая у нас открыта. Что еще можем здесь посмотреть? Ну, например, вот я открыла... Эспадриль. 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 Это такая... Соответственно, достаточно легкая обувь, которая сделана из плотной материи. Strong cloth with a sole, с подошвой. Made of rope. Из пеньки обычно она делается, эта подошва. Вот они, эти. Эспадриль. Не могу сказать, что это моя любимая обувка, но они достаточно удобные и легкие. Они легкие в том, чтобы носить их. Окей. Ну и, например, меня заинтересовала такая вещь, как kitten hills. Не правда ли звучит так мило? Kitten hills. Kitten hills. Что такое kitten hills? Вот они здесь изображены у нас. Kitten hills. Hills – это, естественно, наши с вами каблучки. Каблучки бывают разные. Например, вот stiletto – это шпильки. Stiletto. И kitten hills – это такая недошпилька в итоге. Что такое kitten hills? Kitten hills – small, thin, curved hills on women's shoe. Они еще и определенной такой изогнутой формы. Вот здесь вот это видно, что она изогнутая. Мы можем посмотреть, что kitten hill is a short stiletto hill, usually from 3.5 centimeters to 4.75 centimeters high. Обратите внимание, здесь стоит слово high, потому что у нас объект, высота. И мы считаем от условного пола до конца величины. То есть мы читаем вверх. Ну, это то, что меня заинтересовало. Если вас заинтересует что-то еще... Я думаю, всем известны slippers, тапочки. Но, возможно, вам нравится носить что-то особенное. И, может быть, где-то здесь, в этом списке слов, ваша обувка тоже присутствует. Окей, а мы с вами продолжаем и переходим на несколько другие темы. Еще раз хочу напомнить вам идиому. Не совсем идиому, да, но просто устойчивое сочетание. Role model. Role model. Образец для подражания. Role model. Мы обсуждали эту тему в рамках воспитания детей. Нас и она была. Затронули мы и такую забавную достаточно тему, прилагательную, которая состояла у нас вот из двух таких слов. Новый вокабуляр. Pinterest стал достаточно популярен среди блогеров. И вот появилось такое определение. Pinterest worthy. Pinterest worthy images. Что такое Pinterest worthy? Это значит, что images in your posts will be repinted by as many people as it's possible. То есть, Pinterest worthy означает, что вы сделали такую классную фотографию, или такое здоровское изображение, или как-то все это расставили, так супер, что людям нравится, и они начинают делиться. И у нас было это, прилагательное в контексте Pinterest worthy parties. То есть, что-то там такое произошло на вечеринке, что вот прям вот зафоткали это все, соответственно, выложили в интернет, на Pinterest, и все стали пользоваться этой идеей, все стали тоже использовать. Все супер, замечательно. Вот это вот такой вот интересный аналог красивого, популярного, или как угодно. То есть, чего-то такого здоровского, чем все делятся. Pinterest worthy images. И раз уж я открыла блог, это блог девушки по имени Анджи, я позволила себе открыть его для вас. Что здесь интересно? Я, в принципе, далеко не буду читать и ходить, но вот мы посмотрим вот на эту часть. Ну, эта часть нам не очень интересна. Это подразумевается, что для девушки, как для блогера, это интереснее, когда ее постами, или постами, подскажите, в общем, тем, что она выкладывает, делятся люди, которые приходят на Pinterest случайно. То есть, это не целевая такая аудитория, не те, кто постоянно делится, а кто-то новенький постоянно присоединяется, начинает делиться информацией. Здесь, в том, что я сейчас прочитала, меня интересует одна идиома until you are blue in the face. В русском языке она тоже существует до посинения. Мы говорим до посинения, у них тоже это есть. Until you are blue in the face. Это полная фраза, полное эдематическое выражение. То есть, фактически тратить время, стараться изо всех сил, прилагать огромное количество усилий и не получить желаемый результат. То есть, ничего не получать. Вы можете делать это до посинения. Насколько угодно, все равно результата не будет. You are blue until you are blue in the face. До посинения. Вот это до у нас слово until в начале фразы. You are blue in the face. Окей, двигаемся дальше. Интересное такое, маленькое, забавное. Я не могу сказать устройство, скорее штучка. Pacifier. Догадаетесь, что это или нет? Здесь, в принципе, написано. A rubber object that you give a baby to suck. So that it doesn't cry. Соска. Вот оно такое, огромный-огромный pacifier. Не буду уменьшать. Соответственно, этот pacifier, это американский вариант этого слова. В британском варианте они предлагают слово dummy. И, честно признаюсь, мне больше нравится pacifier, потому что он как-то больше отвечает функциональности этого предмета. Здесь у нас вся семья слова pacifier. И начало у нас положено с глагола pacify. Умиротворять. Pacify. У нас и пацифисты тоже здесь присутствуют. Да, pacifist. Здесь же есть слово peace, собственно, мир. Ну, а меня интересует после глагола pacify наш замечательный тихий океан. Pacific ocean. Вот у нас он тихий, умиротворяющий. И обратите внимание, с океанами у нас стоит определённый артикль. The pacific ocean. Продолжаем. Мы затронули одну тему. Двигаемся в ещё более оригинальную тему. Говорили мы о спекулянтах, о фарцовщиках. Вспоминали время определённое, ну, вот это определение black marketeer достаточно общее, скажем так. A person who trades illegally, in officially controlled commodities. То есть чем-то торгуют люди. Ну, мы тоже, да, у нас чёрный рынок. И вот те, кто торгуют, в принципе, они как раз black marketeers. Black marketeer. Спекулянт. Есть ещё одно слово. Это слово spiv. Spiv. Вошло в моду во второй половине 20 века. И сейчас не всегда и не обязательно оно будет использоваться. Это просто такой вообще-то нечестный человек. Какой-то там тёмная личность. Как здесь у нас стоит перевод. Британский вариант обычно. И неформальный. Informal language. Но слово spiv нам даёт вот этот вот наш русский вариант фарцовщик. В основном фарцовщик это тот же спекулянт. A spiv is a man who doesn't have a regular job. And who makes money by business deals which are usually illegal. Да, вот эти вот нелегальные сделки какие-то там вне закона. Вот это вот illegal, illegal deals. Это spiv. А теперь посмотрим, что такое фарцовщик. Есть у нас мнение одного из писателей. И оно мне очень понравилось. Ну, сами решайте, насколько это реально или нет. Но что-то в этом есть. Не правда ли? Итак, предлагается вариант, что фарцовщик – это искажённое слово, которое произошло от английского for sale. Потому что, собственно, фарцевали обычно запрещённым товаром, купленным у иностранцев. И вот отсюда начинался всегда диалог примерно с такой фразой. Do you have anything for sale? То есть вы продаёте чего-нибудь, я у вас куплю и потом перепродам. Вот такой вариант этимологии нам предлагают. Ну что ж, двигаемся дальше. Прозвучала ещё одна интересная особенность, связанная с нашей действительностью. Это так называемые поливалки. Официально их название – это поливомоечные машины. И мне удалось найти вот такой вариант – street flusher. Или они ещё называются street flusher trucks. Street flusher. Почему flush? Потому что смывают грязь, пыль, всё такое. Глагол flush – to clean something by causing water to pass through it. Помыть что-то, пропуская воду через что-то. To get rid of something with a sudden flow of water or another liquid. Или смывать что-то. Ну, обычно вот у нас такой некрасивый, но достаточно стандартный вариант про слово flush. Смывают обычно какие-то препараты, лекарства. Думаю, вы видели в разных сериалах или фильмах, как кто-то берёт таблетки, выбрасывает их в унитаз и потом вот, в общем-то, смывает их вниз. Это как раз вот это. They flush the trucks down the toilet. И раз уж зашла речь у нас о туалете, вот здесь вот у нас второе. When a toilet flushes or you flush it, water passes through it to clean it after a handle or something pressed. То есть вы нажимаете на кнопочку или на ручку и так далее и смываете туалет. Flush. Flush it or flush the toilet. Вот такой интересный глагол. Мель и, собственно, машинка. Street flusher. Речь зашла о воде. И мы с вами смотрим на мельницы. В данном случае это водяная мельница. A mill worked by water power. Water wheel. Соответственно, вот оно, это колесо. И это water mill. Water mill. Обычная мельница, к которой мы привыкли, это windmill. Вот такой вот windmill. Ну и не могу не отметить вот эти, достаточно современные, своеобразные вентиляторы, турбины. Они в английском чаще всего называются именно turbines, турбина. И вот такие поля для сбора электроэнергии посредством, опять же, сбора ветра. Это wind farm или wind park, wind power station, wind power plant. То есть ветряки такие вот, которых много, они расставлены в огромном количестве. Это как раз wind farm. Ну что же, пробежалась я по всему, чем хотела с вами поделиться. Осталась у нас еще небольшая часть, связанная с грамматикой. Ну и ее я выложу отдельно. Thank you very much, guys, for listening. I hope that it'll be useful. See you next time. Bye.